Валентин Козин 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 Наша команда до окончания заняла первое место в связи с тем, что чехи, которые были никакие, обыграли финнов. В результате мы стали чемпионом мира. Поэтому к моменту у нас возникли большие проблемы. В Судейском комитете я, Адамец Чех, Сепанин Финн и Боб Найдин. Значит, Адамец сидит и говорит, я хочу, чтобы судил Морозов. В Советских судил? Да. Этот Сепанин сидит и говорит, я тоже хочу, чтобы судил Морозов. Моя позиция. Значит, я не помню, Боб Найдин. Боб Найдин там может кого-то сказал. Моя позиция. Я говорю, ну если два, говорят, будет Морозов, то я-то как скажу, что нет? Конечно, Морозов. Ну, значит, проходит некоторое время. А президент, председатель Судейского комитета был Рене Фазов. И он приезжает к нам, звонит и говорит, я сейчас приеду к вам. Приезжает к нам, садимся. Опять та же самая картина. Адамец Морозов, Сепанин Морозов и я Морозов. Рене Фазов говорит, ну, я тоже Морозов, значит, у нас вас трое, нас двое. Значит, тогда, значит, я сам приму решение. И он стал, он сам принимает решение, назначает американца. В результате чехи с дуру выигрывают у финнов, и мы становимся олимпийскими чемпионами. Вот после этого я стал уважать Фазова. Потому что он совершенно в данной ситуации, совершенно правильно принял решение. Потому что Морозов мог быть в этой ситуации конец его карьере. А так еще до 91-го, по-моему, 92-го работал в Судейской на чемпионатах мира. Я бы советовал тем ребятам, которые закончили играть, все-таки попробовать посудить. Это интересно. Это интересно просто и для тебя продление жизни. Все-таки ты же в той же находишься компании, с кем ты играл и против кого ты играл. Это интересно и это правильно. Аминь.